Вот круглое бревно. Сейчас оно, через две минуты оно превратится в квадратное. Но как бы вот это же, оно же нужно. Я девочка, мне можно такие вещи говорить, я не специалист. Вот это вот, ты куда пошел? Сейчас мы заново будем переписывать. Привет, я Екатерина Андреева, руководитель агентства недвижимости Квигер. Вы часто обращаетесь ко мне за помощью в продаже или покупке загородной недвижимости. Сегодня я проведу для вас экскурсию на деревообрабатывающем предприятии, куда меня позвал в гости мой хороший товарищ. Мы находимся в Киржачском районе Владимирской области. Давай, давай. Итак, мы доехали до места, до производства. Это мой друг Максим, фамилия Ковтун. И он владелец, собственно говоря, вот этого деревообрабатывающего предприятия. Всем привет. Максим, скажи, пожалуйста, как мы вообще оказались здесь, в Киржачском районе? Как ты сюда попал? Почему здесь? Слушайте, ну совершенно случайно, когда-то на заре деревообрабатывающего бизнеса, когда попалось под руку объявление о продаже помещения в Киржаче. Ну, собственно, приехали, посмотрели, понравилось. Территориально удобно по сравнению с местом жительства в Москве. И так нас судьба забросила на долгие уже 12 лет, как минимум, в этот город. 12 лет, это срок. У нас были разные площадки, мы что-то арендовали, там небольшой цех, цех побольше. Ну, в итоге нормальный бизнес начался там лет 5 назад, когда мы приобрели вот этот участок земли уже, там свои электрические мощности и начали все строить сами. Ну, в чистом поле, по сути дела, воткнули лопату и... А вот это чистое поле с лопатой, это сколько соток или в чем у вас здесь? Ну, тут больше гектара земли промышленного значения. И она прям ваяна? Ну, она прям в собственности, да, и электрические мощности в собственности, что... А сколько киловатт киловатт? Ну, больше 160 киловатт у нас здесь. Серьезно? Ну... Скажи, пожалуйста, вот эта красивая, ровная, ну, во всяком случае, на первый взгляд... Это немаловажно. Да, продукция, она вот куда поедет? Кто твой вообще клиент? У нас, скажем так, три типа клиента. Это частное домостроение, да, ну, обычный... Такие, как я. Да, обычный гражданин, который захотел себе что-то построить, да, там, своими силами или наемной бригадой. То есть частники приезжают? Ну, конечно, конечно. Потом домостроительные компании, которые на поток строят дома. И третий клиент – это производство, которое использует древесину для своих нужд, ну, упаковку своей продукции какой-то, да, для подкладочный брус, там, для некоторых видов металлоконструкции. Там, ну, собственно, наши бруски там можно увидеть в Икеа, как подложку под металл, например, да. А какие домостроительные комбинаты, там, или компании с тобой сотрудничают? Слушай, ну, на данном этапе мы работаем с двумя небольшими компаниями, которые строят там 3-4 дома в месяц. И, в принципе, они там, ну, весь наш свободный объем забирают. То есть у нас, скажем, проблема с тем, что мы не можем произвести столько, сколько от нас хотят. Ага, то есть надо... Есть куда расти? Ну, есть куда расти, конечно. Я помню, что ты как-то говорил о том, что в пандемию ты работал с больничкой в коммунарке. Ну, мы поставляли опосредованно, мы поставляли своему контрагенту материал. Он упаковывал свою продукцию, и она ехала в коммунарку. А что? Ну, то есть... Они делали что-то для... Они делали хирургические двери, там, оборудование для медицинских кабинетов. То есть это крутое такое серьезное производство. Нет, подожди, деревяшки там при чем? Упаковывают продукцию перед тем... А, то есть это было для упаковки? Да, да, да. Это под упаковку их продукции, да, упаковка их продукции. Так, что у тебя в руке? У меня в руке штангель-циркуль, и этот инструмент вам поможет сэкономить на самом деле десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч рублей. Да, все банально. Доска, вот это... Простой прямоугольник, да, с заданным сечением. Вот вы покупаете доску, оплачивая за метр кубический. Вот. Соответственно, если у вас заданное сечение, например, 150 на 50 размер, вам нужно купить... То есть это 15 сантиметров на 5 сантиметров. То в идеальном мире доска и должна быть 15 на 5, да, вот. Так, у нас идеальный мир. Да, да, да. Ну, у нас, к счастью, мир идеален, да. Вот она 15, ну, пожалуйста, она 5, да. Как в аптеке. Все, то есть как бы в этом случае проблем нет, вы получаете ровно то, за что заплатили, да, потому что мы используем, как вы видели, промышленное оборудование, которое спокойно и четко выпиливает нужный размер. Конечно, там есть отклонение плюс-минус, там, миллиметр-два, да, потому что это все-таки тяжелой организм дерева. Вот где-то вильнуло, где-то еще что-то, но, как бы, не критично для обычной стройки. Вот. На непрофессиональном оборудовании, ну, разбег размеров, там, до сантиметра. А скажи, пожалуйста, вообще с чего ты начинал вот эту всю историю? Ну, вообще изначально чисто случайно от папы остались какие-то там заказчики, люди звонили, хотели деревяшек, мы были, там, мы занимались разными бизнесами на тот момент, там, с товарищем. Вот. Ну, и попробовали тоже в деревяшках. Ну, вроде бы... Деревяшки пошли. Ну, деревяшки пошли, потом выяснилось, что пошли они немножко неправильно, и было больше убытков, чем заработка, ну, упертость природная какая-то, и желание что-то сделать хорошо, вот, разобраться, и в итоге, в итоге, потихоньку, потихоньку. Как бы, дальше это просто интересно, что-то строить, что-то развивать, делать качественный продукт. Ну, и мы уже выросли вот в такое предприятие. Ну, я вот прям приехала сюда, во-первых, я всегда кайфую на производствах, потому что здесь пахнет работой, здесь пахнет желанием зарабатывать, а во-вторых, мне всегда в кайф общаться с людьми, которые любят свое дело, потому что, мне кажется, это самое вообще важное, любить то, чем ты занимаешься, тогда ты будешь желать развиваться, развивать, и тогда ты будешь заряжать энергией этой своих подчиненных. Сколько у тебя их? Ну, больше 20 человек у нас трудится, в основном все из соседних деревень, городочков. Государств? Нет, из соседних государств нет никого, к счастью. Хорошо, становимся на соседних деревеньках и городочках. То есть, ну, по сути, у тебя здесь такое градообразующее предприятие. Ну, для маленького поселка, да, где живет не так много населения, да. Ну, все равно, это очень круто. Ну, расскажи, куда ты нас привез, что это за станок? Смотрите, это один из основных станков предприятия, вот, полностью на компьютерном управлении. Как видно, он сам ездит туда-сюда, выпиливает все материалы, спортного качества. Станок, на удивление, российского производства, очень качественный, но как бы и не дешевый. Из Челябинска, производства в Челябинске. То есть, человек здесь нужен только носитель? Ну, человек, да, человек просто снимает и задает программу. Дальше машина работает сама. Да, это вот именно то, что промышленное оборудование, да, для производства качественного экспортного пиломатериала. А как туда попадает бревно? Накатывают, вот, они сбоку лежат, их накатили, да. Закрепили бревно, в принципе, вот один оператор его спокойно обслуживает. Макс, расскажи, пожалуйста, какой путь вообще проходит бревно от того, как его спилили, до того, как оно попало на рынок? Да, по сути дела, там дорога очень короткая, то, что вот вы видите, это заготовленные в лесу бревна, дальше мы их пропускаем через станок и получается там... Нет, подожди, поподробнее. Их спилили в каком-то лесу, в каком лесу спилили? Где, откуда, дровишки? Ярославская, Владимирская область. В каждой области есть лесные угодья, где ведется лесозаготовка. Государство выделяет на каких-то условиях участки леса, на которых надо произвести лесозаготовку, посадить молодой лес, провести там очистку леса. Вот, соответственно, организации этим занимаются, продают это дальше лесопереработчикам. Стоять, значит, спилили дерево в Владимирской или Ярославской области. Ну, в основном сейчас, да. Погрузили на машину для вас, соответственно, вам сюда это все привезли. Дальше это все разгружается и хранится вот так, как оно хранится. И потихоньку, как я понимаю, эти бревна переезжают с этой кучи или склада, как это правильно? Ну, со штабеля, скажем так. Хорошо, умные слова, я таких не знаю, мне не положено. Они переезжают отсюда уже в цех. Ну, переезжают, да, к станкам. И на станке уже делается тот размер, который нужен там под какой-то заказ. Ну, готов, да. С этого станка он переезжает, деревяшка, на склад. На склад. И оттуда уже уезжает на рынок. Ну, есть покупатель, да. Мы не работаем с рынками, но конечному потребителю. Мы посмотрели один станок, теперь, я так понимаю, мы идем на другой станок. С чем он отличается? Ну, это линия проходная, она мощнее намного, то есть делает гораздо больше. То есть то же самое, только быстрее и мощнее. Для других диаметров просто. Для каждого диаметра, по сути дела, нужна своя технология используется. То для больших диаметров, это для средних. И еще одна линия есть для маленьких диаметров. Ну, пойдем смотреть. Это, собственно, тяжелые уже, тяжелые станки, тяжелый тип, очень энергоемкий. Там порядка 100 киловатт станок потребляет в рабочем режиме. Ну, сейчас ребята зарядят бревно и... И что из него выйдет? Выйдет, пил материал. Да, через там две минуты мы получим готовый материал, который сортируют по сортам. И что-то уедет сразу потребителю, что-то остается в дальнейшем переработку. Ты мне как девочке объяснить можешь? Могу. Вот круглое бревно. Сейчас оно, через две минуты оно превратится в квадратное. Квадратное, это я поняла. Не настолько, девочка. Принципиально, вот ты сказал, по диаметрам разница. Вот принципиальная разница от того станка, где мы сейчас были, к этому станку. Размеры другие? Или вообще все то же самое? Принципиально он перерабатывает, ну, технология та же самая, по сути дела, да? То есть, это все пилится дисками промышленного... Ну, экспортное качество, промышленное оборудование. Вот. Но просто это перерабатывает средний диаметр, а то перерабатывает большие диаметры. И из него выходит несколько досок сразу. Ну, несколько досок, да. А потом это... Как лапша. Да, да. То есть, он нарезает как батон хлеба ее, как батон колбасы. У кого-нибудь еще есть на колбасу. Вот. То есть, собственно, сейчас часть досок откинется сюда, потом в дальнейшем переработаются. Ага. Вот. А часть сразу переворачивается и едет во второй станок. И тут же получается готовый материал. А почему эти доски именно откидываются сюда? Ну, потому что по технологии они получаются вот с корой, и сбоку. Ага. То есть, вот-вот они, собственно, вот. А здесь уже получается на выходе из этого... Поликвадратные, да? Ну, на выходе из этого уже чистый материал. Ага. Скажи, пожалуйста, вот я, наверное, никогда этого не пойму. Как так получается? Мы находимся, ну, будем называть Киржач. Киржаче. Лес у нас приезжает из Ярославской, Владимирской области. Может быть, даже где-то там из Тверской области. Киржачкая. Да. Почему он стоит таких бешеных денег? И даже почему он стал стоить таких бешеных денег? Потому что я же тоже участник этого всего рынка. Я тоже для дачи покупаю какое-то дерево. И я помню, еще два года назад, ну, правда, это было, конечно, до пандемии, этот лес стоил 6 тысяч рублей за куб. А сейчас он стоит, вот, недавеча, как три дня назад я была на строительном рынке, 21 тысяча рублей за куб. Объясни мне, где деньг-зин? Есть такое, как раз ты назвала основную причину, это пандемия. То есть в пандемию очень резко спрос превысил предложение. Соответственно, люди поехали строиться, ну, загородные участки осваивать, делать какие-то ремонты, достраивать домики, строить новые домики, чтобы, ну, работать... Чтобы выехать из квартиры и не бесить друг друга. Ну, чтобы выехать из квартиры и не бесить друг друга. Да, и так далее. Это наложилось на то, что появились ограничения на въезд иностранных работников. Просто рабочей силы стало меньше, намного меньше стало в лесу, да. А это все-таки, ну, там основное в лесу это рабочая сила и тяжелая техника, да. Вот. И, как бы, это все сошлось в одной точке, когда действительно дико спрос превысил предложение. И, соответственно, сырье стало очень сильно дорожать. Вот, собственно, и все за сырьем потянулся уже готовый продукт. Как бы, как бы, собственно, такой эффект пандемии. Ответ, как говорится, принят. Но пандемия-то кончилась? Ну, пандемия кончилась. Маски сняты? Где ценник по 6 тысяч рублей за куб? Пандемия кончилась, совершенно верно. Но, как бы, подросла аренда лесных угодий. Подрос курс. В три раза? Ну, не в три раза, но подросла. Мы же, опять же, лесной угодий, это же не только вот, ну, аренда, заготовка лесная. Это же не только хвоя, да, из которой у нас основной производится. Это куча там низкосотной, неликвидной древесины, которую тоже надо куда-то реализовать. Какие-то лиственные породы, которые, ну, в принципе, никому не нужны, не продаются, да, там. Вот, за счёт хвои, по сути дела, ну, люди должны что-то зарабатывать. Плюс, опять же, когда пандемия случилась, все, ну, по большому счёту, почувствовали, так называемый запах денег, да. И никто теперь меньше зарабатывать особо не хочет. А при нынешней ситуации, когда ещё, там, курс скачет, вся техника в лесу, это практически, ну, хорошая техника, она импортная. Стоимость, там, лесных машин, там, ну, доходит до миллионов долларов. Там, это действительно серьёзная, тяжёлая техника, да. Мы находимся в апреле сейчас, 2022 года, ну, так, чтобы было понятно. Соответственно, им надо обслуживать лизинги, да, там, платить достойную зарплату рабочим, потому что, опять же, при, ну, у нас границы до сих пор, по-моему, с рабочими не открыты, да, с иностранными. Вот, плюс, к сожалению, да, там, основная рабочая масса в лесу, это были украинцы, которые сейчас, по понятным причинам, к нам не едут работать. Да. Да. Да, и, собственно, всё начинается с сырья, да, то, что государство повысило арендную плату, соответственно, заготовители тоже положили свои расходы и сдержки на куб дерева, привезли переработчикам, у которых свои расходы также возросли, да, потому что оборудование либо импортное, либо, там, запчасти импортные. Плюс, зарплату рабочим хочется платить достойно. Максим, деревообрабатывающее предприятие, большое, объём большой, и опилок, я так понимаю, тоже много. Куда вы их деваете? Ну, опилок много, и опилки – это такой же абсолютно для нас продукт на продажу, как и пиломатериалы, всё остальное. То есть, основная масса уезжает на животноводческие комплексы, особенно зимой, когда используется как подстилка для животных, для скота, и, более того, их не хватает постоянно. Вот, а летом, в том числе, и на кирпичный завод австрийский, который добавляет это в глину, обжигает, и получается пористый кирпич. То есть, проблем с реализацией опилок нет, было бы больше, продали бы больше. Круто, я... То есть, ну, плюс местные жители, кто-то приезжает, там, взять себе, мы никогда не отказываем, там, два-три мешка, нет проблем, берите там. Для меня сейчас было открытие, что в кирпич добавляют опилки. Ну, такая технология у ребят. Прикольно. А местные для чего их берут? Ну, какие-то приусадебные работы, конечно, но, когда человеку надо два-три мешка, приходит, набирает. Вы просто так отдаете, и все. Ну, прикольно. Кстати, по поводу вот этих ОСБ и всего остального, с учетом того, что закрылась Икея, напомню, что мы в апреле 2022 года, санкции... Вообще, вот мы можем вытянуть производство мебели вот на том этапе, на котором мы сейчас находимся? Ну, через несколько десятков лет мы сможем заменить Икею, если захотим, которая приостановила свою деятельность в России. А почему ты так пессимистично настроен? Ну, потому что Икея – это же не только простые сборные шкафчики, да, это целая система менеджмента, система производств, которая десятилетиями выстраивалась. Я просто знаю, как они работают, ну, у них есть здесь заводы в стране, в России, у них есть свои деревообработающие заводы, где они делали все, да? То есть, ну, нам до этой культуры труда еще очень-очень далеко. У нас есть отдельное производство, которое держится на энтузиастах после своего дела. Это, подожди, это вопрос именно культуры производства или это вопрос нехватки материалов, технологий каких-то? Ну, это вопрос... Ну, вот условно дерево лежит, но распили его не так, а вот так. Тут вопрос технологий, да, в первую очередь, дизайна, это вопрос продажи, маркетинга. Не зря Икею там знает во всем мире, да? Чтобы стать второй Икеей, надо также научиться продавать, в первую очередь, создавать такие же условия для покупателя, для производителя. Ну, нам до этого очень далеко. Даже при условии, что у нас до хрена леса. Сырье – это самое простое, да. Сырье срубили, переработали – это самое простое. А создать на потоке продукт одинакового качества во всех магазинах, которые ты получишь в любой точке мира, да, это, ну... История, да, на десятилетие. Печально, печально. Плюс все оборудование, на котором работает Икея, оно произведено явно не в России, оно все импортное, с импортными запчастями, с импортными программами и так далее. Когда ты собираешь шкафчик, у тебя попадает шурупчик туда, куда он должен попасть, а не там, где вот случайно его кто-то просверлил. То есть, по сути, вот эти все разговоры по поводу мы сейчас национализируем Икею, это все до первой поломки станка, правильно? До первой поломки станка и до выпуска новой коллекции. Мы сможем национализировать только то, что сейчас они сделали, кто нам отдаст новые коллекции, да, там новые разработки и так далее. Нам никто их не даст, собственно. Ну, мы всю жизнь будем делать одни и те же фасады, одни и те же кухни. Ну, как при Савке, да, заходишь в квартиру... Чешская стенка, чехославская стенка стоит одна и та же у всех. Ну, а так у всех будет на этой теме, да. Слушайте, тут такой, на самом деле, крутой запах, вот именно древесины. Возьми себе в машину, в маленький пакетик, хобячка заведи. Ой, ну прям запах очень клевый. Смесь, во-первых, в принципе, чистого воздуха, еще вот древесины. Так, а... Поэтому у меня дачи нету. Ну, и правильно, я тебе, да. На даче пять дней в неделю, да. Сколько стоила аренда участка под вырубку деревьев до пандемии и после пандемии можно? Можно, но ответа нет, потому что мы этим не занимаемся, да, и, ну, в больших арендаторах какие-то свои условия, там, да, это на аукционах разыгрывается, мы просто не знаем. То есть это, короче, сложная такая схема, мы не будем в нее вникать. Ну, мы просто не знаем, мы все, да, да, да. Хорошо. Максим, скажи, пожалуйста, вот сзади нас КамАЗ выезжает. Сколько вообще в него входит кубов леса? Ну, порядка 34-36. Это круглого или уже готового? Ну, круглого, ну, и круглого, и готового, объем-то не меняется, вместимость КамАЗа. Ну, усадка там, то-се. Усушка, утряска. Да, да, усушка. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот из этих 36 кубов сколько выбрасывается? Ну, если совсем грубо посчитать, вот прям совсем грубо, то берем половину. Вот половину, у нас получится 18 кубов готового материала, да, и 18 кубов это горбыль, обрезки, опилки, то есть, ну, то, что вот. Ну, опилки ты продаешь. Ну, опилки мы продаем, да, обрезки, ну, часть тоже уезжает на комбинат, который делает ОСБ. Вот, то есть, ну... И сколько в итоге выкидывается совсем? Не, ну, в итоге выкидывается совсем практически ноль. Ноль. Да. Я поняла, а что делаете там? Ну, совсем не ликвидом, либо, да, либо местное население забирает на дрова, вот, либо просто в какой-то момент утилизируем, да, сжигаем. Макс, во-первых, от моего лица и от лица людей, которые посмотрят это видео, я тебе говорю спасибо. На самом деле, это была очень крутая, интересная экскурсия. Мы увидели все живьем, как бревно заезжает в станок, что из него выезжает. Я девочка, мне можно такие вещи говорить, я не специалист. Вот, ну, вот тебе огромное спасибо. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотел, ну, что тебе нужно, может быть, для развития, ну, я имею в виду, там, от государства, да, то есть, вот, чем бы государство тебе, например, могло облегчить жизнь? Ну, это так, из разряда мечты, то есть, понятно, что тебе никто ничего не облегчит, тебе только сложнее сделать. Ну, о чем бы ты, вот... Я бы попросил государству не мешать, вот, обеспечить просто людям стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И все. Спасибо. Тогда они будут строить планы на будущее, строить домики, и наш бизнес будет, да, покупать дерево, и... А все остальное мы сделаем сами. Спасибо, Максим. Спасибо. Мне было очень интересно. Надеюсь, что и вам тоже. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А внизу, в описании, будет сайт Максима, где вы можете посмотреть интересующий вас пиломатериал и его заказать. Спасибо. Спасибо.